Всем привет, мои хорошие! С вами Акеймили. И сегодня мы с вами будем кушать два вот таких вот бургера с куриной котлетой. Я, кстати, забыла им сказать, чтобы они мне лук не клали. По-моему, здесь даже лука и нет. В общем, выглядят очень аппетитно, а самое главное, они очень мягенькие. Доставка новая, я никогда у них ничего не заказывала. Они прямо рядом с моим домом, поэтому доставка у меня была бесплатная. Что мне не понравилось? Мне не понравилась картошка фри. Во-первых, ее было очень мало. Учитывая, что вот эти вот несколько штук картошки стоят столько же, сколько стоит этот бургер, мне кажется, очень мало. Здесь дальше у нас шаурма. Шаурма, да-да, это шаурма. Как вы видите, она длинная и не очень толстая. По сравнению с вашими шаурмами. Это просто длинная и тоненькая. Дальше у меня здесь два соуса, но еще я захватила хайнс сырный. И просто у меня здесь вода. Если я не ошибаюсь, никогда на моем канале не было таких бургеров. Ни разу. Я подумала, почему бы нет. Давайте схомячим. Пахнет просто обалденно. Когда мне курьер дал пакет, я просто хотела сделать... Это знаете, какой аромат? Аромат, когда ты выходишь из Макдональдса с пакетом наггетсов. Какой соус! Обалдеть просто! Я не очень люблю мясные бургеры. Я больше люблю именно куриные, либо это индейка. Это сочные, мягкие. Мне кажется, самое главное в бургерах... Это чтобы была мягенькая булочка. Вот сейчас я держу ее в руках. И прям как будто поролон. Очень вкусно. Моя мамочка... Наконец-то приехала. И прям, знаете... Дома как будто, не знаю, неделю не было света. И вдруг свет появился. Это просто такая радость. И, кстати, я еще сделала все новые ноготочки. Очень не нравится топ от Коди. Поэтому немножко кривовато. Но купить новый топ я не могу. Везде просто все закрыто. Поэтому как-то так. Как же вкусно! Что насчет моего лунатизма? Многие в комментариях писали очень выгодный, хороший вариант. Поставить камеру и посмотреть ночью, что я делаю. Я подумала, что так как я видеоблогер, будет круто, если я поставлю камеру и сниму всю ночь, что я делаю. А затем выложу вам, если там будет что-то интересное. Просто проблема в том, что я не знаю, на что снимать. На телефон, во-первых, в темноте мой телефон не снимает. Во-вторых, у него сразу сядет зарядка и закончится память. Если я действительно буду ходить... Сегодня ночью, например, я не ходила. Откуда я знаю? Входная дверь в мою комнату. Я ее закрывала, когда я спала. Она так и была закрыта. Не знаю, ничего, нигде я не была не поранена. Ничего, все было офигенно. Кто не в курсе, кто смотрит впервые мое видео, я хочу уточнить, что вчера я проснулась и вижу, что мой палец нагиб в крови. И я не понимала, из-за чего это. Потом подписчики начали писать, что Айка, помнишь, ты же рассказывала, что ты как лунатик ходишь. Я такая думаю, точно просто. Потом я уже заметила, что входная дверь в мою комнату, она открыта. На балкон дверь открыта. Хотя, когда я ложилась спать, все было закрыто. Нужно найти такую камеру и поставить. Потому что я в ютубе видела видео американских каких-то блогеров. Они тоже ставили камеры, чтобы посмотреть, что же она делает ночью. И получается, что она спит, спит, потом просыпается. И почти всю ночь стоит около зеркала и вот так вот спит, вот так стоя. Это жуткое зрелище. Такое ощущение, что ты включил какой-то фильм ужасов. Мой вывод. Бургер обалденный. Просто вау. Просто пять из пяти. Давайте, чтобы не шуршать, я уберу эту штуку. И вот такая вот огромная просто шаурма. Она здесь соединена. Нет, она здесь сломалась. Хлеба как-то многолатан. Такой толстый хлеб. И не очень свежий прям. В общем, как-то так дела. Так, давайте вернемся к вопросам. Тут мне очень понравился один вопрос, на который я бы хотела порассуждать. Так удобно, когда я в инстаграме ставлю пост, и вы пишете там комментарии. Просто каждый раз, когда мне нужны вопросы, я захожу туда и поочередно отвечаю на ваши вопросы. 10 лайков набрал комментарий. НРМ-А21. Есть какие-то запреты, которые ставят родители. У меня родители очень уважительно относятся к моему мнению. И они не строгие, абсолютно не строгие. То есть у нас нету такого, как в других, например, кавказских семьях. Это нельзя. Так не делай. Веди себя прилично. У нас такого просто нету. Вы меня извините, я хочу сделать вот так вот. Соленый огурчик. Сырный вот этот, ой, сырный, чесночный соус. Единственный лаваш как-то подвел. Я считаю, что если родители нам что-то запрещают, это только в благо. Если они ставят перед нами какие-то ультиматумы, это только исходя из собственного опыта. Да, они, конечно, могут ошибаться, но в большинстве случаев они всегда правы. Поэтому я, наверное, против, наверное, такой ранней самостоятельности. Родители нам плохого никогда не посоветуют. Потому что они нас любят. Они искренне хотят, чтобы мы были счастливы. Вот тот же случай с Настей Трапицель. В последнее время вот постоянно смотрю эти видео. И вот ей отец говорил, что мотоцикл это зло, не надо. Он тебя доведет, не знаю, до дна. То есть на самом деле человек был прав. Поэтому мой вам совет. Всегда прислушивайтесь своих родителей. Они никогда плохого не посоветуют. Я, например, думала, хотел поступать в юридический. А сейчас я настолько люблю свою работу. Я настолько счастлива, что в тот момент меня отговорили. Потому что вот эта работа с преступниками, не знаю, все дела, мне кажется, это больше мужское, чем женское. Следующий вопрос. Знакома ли с мамой парня? И как все прошло, если да? На самом деле нет. Мы с ней не знакомы пока что. Но я думаю, что в скором времени познакомимся обязательно. Но пока что нет. В следующей жизни в какой семье и национальности и вере хотела бы родиться? Если можно было бы выбирать, я бы, наверное, хотела в Америке. Или в Европе, чтобы немножко менталитет был другой. Вот, например, Арабские Эмираты и все такое, это мне не близко. Я бы не смогла жить, например. Может быть, если бы я там родилась и с детства видела бы все это, может быть, для меня это было бы норма. Но на данный момент я бы, наверное, не смогла, чтобы мой муж, кроме меня, имел еще пару жен. Это просто для меня неприемлемо. Да и вообще у них очень много запретов в жизни. Я бы хотела жить в более развитой стране. Следующий вопрос. Расскажи про учебу в универе. Какие смешные моменты, которые тебе запомнились? Честно, я, можно сказать, почти ни с кем из своего универа не общаюсь. И есть некоторые девчонки, например, ты их видишь где-то. Они начинают «Ой, блогер, привет! Да, ты теперь видосы снимаешь. Понятно все с тобой». Вот такое высокомерие, такое презрение. Хотя я тебя не трогаю, я тебе ничего не делаю. То есть у меня среди одногруппников, одногруппниц, есть такое. Я не знаю, это зависть или просто они как-то с презрением относятся к блогерам. Ну, две девочки, которые после окончания универа, я их увидела. Они такие, типа, видосы пилишь. Понятно все. А что тут такого? Я еще и работаю, в отличие от вас. не путешествуешь, прожигаешь свою жизнь, просто пиля видоса. для меня это кайф, для меня это развитие. У каждого человека свой выбор. Самое главное, что я чувствую себя счастливой. Вот, ну, немножко у нас у одногруппниц было такое. Была девочка, которая работала в Макдональдсе, и они таки сидели. Свободная касса, свободная касса. А что здесь такого человека зарабатывает деньги? Безусловно, были и классные девчонки, и все было круто, но вот те, например, два-три человека, которые смотрят на тебя, не знаю, сверху вниз, они портили всю эту картину. Я решила в следующий раз, если я увижу одну из этих одногруппниц, я просто не буду подходить, не здороваться, делать вид, что я их не знаю. Потому что ты с искренней душой подходишь к человеку, он над тобой начинает как бы типа издеваться, да? Они думают, что так легко набрать аудиторию, они думают, что как только ты залил видео в YouTube, у тебя сразу, не знаю, 10 тысяч просмотров, они не видят труд, который был вложен в твое любимое дело. Они не видят то, что у тебя на канале 600 видео. А ты попробуй 100 снять. Поэтому даму таких людей. Вот гамбургеры просто обалденно. Шурма, честно, ну не очень. Вот даже вы можете заметить, что она как будто не свежа. видео получается супер длинная. буду, наверное, обрезать моменты, где я очень долго жую. Например, я взяла ролл в рот, я ем его. Вот в процесс того, как я жую, я стараюсь где-то 40% его срезать, потому что мне, конечно, никому не интересно, как я просто вот жую. мальчик. Я срезаю. Я срезаю. Я срезаю. Мамочку. Ребят, я уже наелась. Видео тоже получается слишком длинным, поэтому на этом мы будем с вами закругляться. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, потому что именно там я беру свои вопросы. Обязательно в историях перед мукпанком вы можете увидеть, что же я буду кушать, поэтому обязательно подписывайтесь. На этом все, мои хорошие. Всем желаю приятного аппетита, удачного дня. Всем пока!